Здравствуйте! В Москве состоялось вручение золотой медали имени Владимира Шухова, легендарного русского инженера-изобретателя. В этом году медали Шухова удостойны конструкторы мобильной башни обслуживания для ракеты «Союз» в Гвианском космическом центре. Подобная вертикальная конструкция на российском стартовом комплексе применяется впервые. Особенностью этого комплекса является то, что интеграция космической головной части на ракету-носитель осуществляется в вертикальном положении уже настоящей в стартовой системе ракете. В будущем году Роскосмос планирует вывести на орбиту научный аппарат «Спектр-РГ» – орбитальную обсерваторию для изучения дальнего космоса. Один из главных вопросов, на которые ответит новый спектр – как проходила эволюция галактик во Вселенной. Компьютерная модель нашей Солнечной системы с расстояния несколько световых лет. По мере удаления объектов на картинке все больше. Это с расстояния 2 миллиарда световых лет – множество галактик. Вот такие вот большие узелки на карте Вселенной называются скоплениями галактик. Есть узелки поменьше, может быть, их называют группами. А кинуть взглядом Вселенную астрофизики мечтают на протяжении полувека. Начало карты нашего мироздания ограничивались скоплением нескольких тысяч галактик. Последний обзор – Слоуновский, названный в честь учредителя проекта Альфреда Слоуна – уже миллионы галактик, а масштаб 4 миллиарда световых лет. Данные Слоуновского обзора помогают увидеть, посмотреть, как распределена материя во Вселенной. И в этом распределении увидеть так называемые барионные акустические осцилляции. Их еще иногда называют сахаровскими осцилляциями у нас в России. И они являются, если говорить коротко, эхом этого большого взрыва, из которого родилась наша Вселенная. В 2014 году на орбиту выведут российский аппарат «Спектр Рентгенгамма». Его миссия – настоящая вселенская перепись. Один из главных вопросов, который должен разрешить «Спектр РГ» – эволюция галактик. Почему в центре каждой галактики массивные черные дыры? И как со временем изменялась их масса? Единственное, что по-прежнему остается мечтой будущего – заглянуть за границы Вселенной. Наблюдаемая часть Вселенной – конечна. Когда мы смотрим все дальше, мы идем назад по времени. Ну и когда мы смотрим совсем далеко, мы приходим к тому времени, когда Вселенная была очень плотная. Это называется большой взрыв. И свет даже дальше не мог распространяться прямо. Испытания аппарата вскоре завершатся. Инженеры приступили к созданию летного варианта. Конструкция – два рентгеновских телескопа – российский и немецкий. Это крупнейший, я могу сказать, вообще за всю историю сотрудничество между Россией и Германией, или Советским Союзом и Германией, эксперимент в области научного космоса. Это уникальная, получается, комбинация, которая позволяет взаимодополнять друг друга. Орбита спектра РГ – полтора миллиона километров от Земли. В четыре раза дальше, чем до Луны. Так называемая точка либрации или точка Лагранжа. Рабочее место многих космических обсерваторий. Там атмосфера нашей планеты не мешает, а притяжение Земли и Солнца уравновешивает аппарат. Так что корректировать орбиту не надо. Там есть условия незатенения, это условия постоянной радиовидимости, это обеспечение энергобаланса на борту, чтобы можно было непрерывно работать и обеспечивать выполнение научной программы. Сегодня на орбите уже трудится космический телескоп «Радиоастрон», сканирующий Вселенную в радиодиапазоне. Вслед за спектром РГ в космос отправят орбитальную обсерваторию «Спектр Уэф» для исследования дальнего космоса в ультрафиолете. Тайное раздание станет меньше. На Донецкой Земле отметили день рождения космонавта Георгия Берегового, единственного фронтовика в звездном отряде. Дважды герой Советского Союза, летчик штурмовой авиации Береговой, свою первую золотую звезду получил в годы войны. Вторую звезду за то, что научил летать корабли «Союз». Енакиево – сердце Донбасса. Уютный и чистый, что необычно для города шахтеров и металлургов, но с жестким горнятским характером. Только местные улицы и дома пропитаны не угольной пылью, а космосом. Как говорил Фридрих Шиллер, космос – это мысль Бога. И советские люди бросили вызов и попытались разгадать эту мысль. 15 апреля Енакиево отметил день рождения человека, который здесь родился и вырос – космонавта Георгия Берегового. Именно он в свое время совершил революцию в космонавтике и вошел в историю пилотируемых полетов под номером 12. Он начинал с этого самолета, я так понимаю, и в аэроклубе, а потом уже, так сказать, в качестве курсанта ворошил в городской школы летчиков имени пролетариата Донбасса. Почти 200 боевых вылетов и каждый раз на волосок от смерти. В 44-м звании Героя Советского Союза и уже после войны работы летчиком-испытателем. 40 лет он почувствовал – в небе ему тесно, а в отряд космонавтов брали только до 30. Вы учитываете свой план. Я много лет работаю летчиком-испытателем, и поэтому испытание новой техники – это является естественным стремлением каждого летчика-испытателя. Береговой полетел в космос 47 лет после череды аварий на новом корабле «Союз». Полет был очень непростой. Сама подготовка была не совсем обычной. К сожалению, в начале 68-го года мы потеряли Гагарина, и после этого приходилось ему идти в космос, что тоже наложило, конечно, отпечаток на этот полет. Впервые стыковка планировалась в ночных условиях, которая была очень тяжелой, нестандартной. Благодаря его полету «Союзы» стали главной рабочей лошадкой космонавтики, а Георгий Береговой – национальным героем. Но его душа и сердце остались в родном городе. В космических грамматах придется детям спать, на коврике космическом игрушками играть. О космосе здесь говорят с детского сада, и каждый малыш знает – надо стремиться к звездам. Хотя у каждого своя звезда. Те, кто постарше, приходят сюда, в музей своего знаменитого земляка. Георгий Тимофеевич подарил нам уникальную коллекцию. Если бы не он, конечно же, никогда бы у нас не было этих скафандров «Ястреби» и «СК-2», этих спускаемых аппаратов. В городских школах ко дню рождения космонавта готовят звездные уроки, выставки, сочиняют песни, смотрят фильмы. Для того, чтобы воспитать у ребенка какие-то хорошие душевные качества, должен быть обязательно какой-то образец подражания. Удивительно, дети стремятся быть похожими на своего героя не по велению старших, а потому, что здесь так принято. Донбасс – он многонациональный. И, может быть, в этом и есть причина, что смешение крови, смешение знаний, культур рождаются наиболее сильные, грамотные, целеустремленные и смелые люди. Через полгода, 26 октября, к 45-летию полета Георгия Берегового в Янакиево обещают грандиозный праздник. А это всего лишь разминка перед разбегом к звездам. Если человечество как вид намерено выжить, необходимо срочно осваивать космос. Об этом заявил известный астрофизик Стивен Хокинг. Времени, как он полагает, осталось не так уж и много – не более тысячи лет. В ближайшие годы человечество должно пройти так называемую точку сингулярности – прорыв в интеллекте и технологиях. Если этого не произойдет, то будущее землян под большим вопросом. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова